всем привет всем здравствуйте смотрите какие красивые ногти я наконец закончила делать себе новый маникюр и для этого я использовала новый оттенок из новых акригелей которые вышли у нас не так давно обещаю выложить обязательно потом полную версию мастер-класса сюда прям с подробным описанием и с подробной озвучкой как чем я делала единственно что я сейчас все равно хочу показать этот мастер-класс вот очень давно хотела провести вам эфир здесь это типсы которые я записывала в рамках клуба эми арт это полная версия уроков я записывала этот урок обучающий курс в начале этого года вот поэтому имейте ввиду более подробно большее количество можно будет посмотреть в клубе вот поэтому кто в клуб например недавно зашел обязательно отмотайте предыдущие месяцы курсы найдите где было очень много арт-декот рапу туризма что там часть уроков для курса записывала аня грешенкова и вот часть я как раз вот с этими типсами и наконец я себе сделала коррекцию сделала коррекцию именно с этим дизайном вообще считаю что когда нет времени идеально подбирать скульптурный материал в данном случае чтобы он был последующим фоном для вашего дизайна потому что вы экономите время вам не нужно делать покрытие прежде чем переходить к мастер-классу давайте я вам покажу оттенки акрил геля какие у нас вот так стаканчик ой сейчас я позову чтобы девочка кое-что принесло я вам прям сейчас на ложечках сделаем чтобы вы посмотрели оттенки ну самый конечно ходовой популярный это скорее всего будет данти пинк хотя я например выбрала молочный милк например для этого дизайна вообще вот именно как бы молочный оттенок он более конечно идеально правильно поэтому когда нет времени делать покрытие клиент опоздал все равно хочется что-то сделать для клиента я всегда в этом случае беру ту скульптуру которая потом будет классно идти как фон потому что на самом деле иногда быстрее сделать сам дизайн чем покрытие от кутикулы до свободного края в два слоя вот кто с этим согласен поставьте плюсики потому что иной раз быстрее сделать сам элемент дизайна чем покрытие поэтому я всегда чтобы сэкономить время предлагаю клиенту дизайн без покрытия а фон мы берем за основу скульптуры очень комфортные акригели вы знаете что у нас акригели они первые акригели чуть-чуть пожестче эти тоже достаточно такие упругие не как сопли и здесь такой знаете шиммер светоотражающий не очень сильно блестят особенно когда дополнительный свет светит на правой руке у меня обычная база номер девять да это по моему база номер девять у меня единственное по моему это в новой формуле я поставила себе может быть оттенок чуть-чуть отличается так теперь давайте мил посмотреть вот на нем классно вот эти вот футуристичные дизайны смотрятся для себе уже коррекцию делал то что изначально я наращивала кстати этим акригелем я считаю что самая лучшая технология для мягких ломких ногтей вот такие знаете вот тонкие как папиросная бумага это когда мы одну треть делаем акригелем вернее две трети делаем акригелем возле кутикулы одну треть делаем любой базы гель-лак мне кажется это самое идеальное комбинирование на тонкие влажные ногти вот именно акригелем положить виде укрепления в зону свободного края вот увидите в баночке смотрится розовым на самом деле у него даже название идет milk milk потому что банки он просто в толщину лежит и создается ощущение что он сейчас розовый будет но когда мы начинаем выкладывать на ноготок лежит толщина все равно не будет какая-то огромная мы видим что это так прям классический молочный оттенок с очень красивым здесь шиммер он такой знаете розовато персиковый очень красивый благородный тоже красивый мягкий оттенок такой прям молочный молочный как раз он тоже очень классно идет для фанов и третий оттенок девчонкам нравится он больше всех он как раз средней плотности здесь прям много светоотражающих блесточек и он очень здорово классно смотрится знаете вот кому нужен какой-нибудь такой покрытие без покрытия вот он такой какой-то очень элегантный неяркий хорошо отображает любой цвет ложа натурального не неважно какой цвет ложа смотрится он прям очень красиво подчеркивает видите такой средней плотности и такой вот очень элегантный понятно что он блестит сильнее чем предыдущие два но опять же это все очень элегантно смотрится здесь нет какой-то такой вы знаете супер блестящих этих блесток хотя это светоотражающие еще раз посмотрите я же знаете как не никак не могу на влюбоваться и очень люблю такой стиль футуризм да такой космос космизм на ногтях я вдохновлялась дизайнерами нашла классные картинки сначала сделала вот такой курс для клуба вот потом очень долго ждала думаю когда же уже сделаю себе такие ногти поэтому кто клуберы недавно зашли в клуб обязательно посмотрите этот курс так ну смотрим три новых оттенка акригеля это не три новых оттенка два плотных один такой полупрозрачные блестки примут элегантные блестки кайфовая вот ну еще раз повторю я очень люблю делать дизайны на такие фаны это когда у нас не для этого времени ну давайте как раз сейчас повторим вариант как у меня итак первый вариант нам конечно же что понадобится стемпинг нам понадобится степпинг причем я увидите везде кусками наносила бы много не нужно эти везде по-разному где-то наоборот у здесь полностью по кругу в центре пусто здесь например вообще нет стемпинга для этого я взяла серебряный хотя смотрите и с черным тоже очень хорошо смотрится но вот серебряный может быть чуть чуть понежнее это смотрится поэтому я взяла серебряный стемпинг это номер 12 и пластина так и пластина 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 у нас это весна-лето вот текущая здесь очень много арт-декой и очень классных абстрактных паттернам в стиле как рад футуризма и такого космизма нам понадобится кусочек скотча так мне нужен кусочек такой по центру все отпечатали и здесь чем хорошо когда мы делаем на ногти когда у нас идет только коррекция прям уже на скорректированные ногти без покрытия потому что у нас ногти сейчас с вами по идее запиленные зашлифованные ничего не нужно наносить на ногти чтобы сделать стемпинг и мультипл гель сейчас мы будем с вами работать мультипл гелем весь дизайн делается и здесь вы опять же сохраняете толщину да она не увеличивается потому что нам нужно ни на какой топ наносить потому что помню что если мультипл гель или стемпинг делать на покрытие да то я обычно либо prime топ наношу особенно если мультипл работать а здесь данном случае у нас запиленные зашлифованные ногти да и вы сразу на хорошо зашлифованную поверхность отпечатали кусок стемпинга вот кусок много не нужно берем мультипл гель выкладываем его на палитру специально взяла новую баночку чтоб вы посмотрели что ни в коем случае не открывайте полностью всю фольгу все достали и закрыли чтобы мультипл гель всегда у вас был в закрытом состоянии чтобы максимально меньше падала и света и воздуха попадала вот мультипл гель нужно караулить потому что он кстати на валберсе постоянно заканчивается и на и мешок периодически потому что это сейчас один из самых популярных продуктов именно для дизайна и так как сейчас прозрачку будет не очень комфортно видеть дачу этом рисую я обычно беру так черный гель-лак смешиваю и мне тогда хорошо видно как чего я буду рисовать а я как раз сегодня с морской темой хотела тоже делать шармикончиками дизайн а я всем сказала в этот раз коллекция небольшая шармиконов увидели что мы чуть-чуть сократили сейчас выпуск в рамках когда вот мы именно рассматриваем сезон и всегда делаем такие вот максимально что мы понимаем что но это не прям топ будут поэтому все шармиконы которые прям классно вам нравится нравится если вы видите покупайте сразу там штук по не знаю по 5 то что заканчивается очень быстро чтобы если что там на следующий сезон хватило либо на следующий сезон следующем году что даже те же морские шармиконы но они такие база так смотрите сделали первый слой сушим 30 секунд шармиконы очень классно сегодня хотела вам рассказать про морские шармиконы серебре и золоте что на тот же акри гель и акригель когда фоном идет тоже даже вот такая морская тема получается офигенно красиво сейчас мы после этого сделаем при этом они могут быть яркими ногти вот и для этого не обязательно создавать фон гель лаками теперь берем серебряную фольгу очень хорошо фольга отпечатывается просто великолепно все допечатали теперь берете кисточку уже потоньше и повторно дублируем уже рисунок на такой же так корявый делаем не бойтесь кстати толщины он просыхает хорошо этот мультипл еще если этот элемент дизайна перекрыть глянцевым топом prime носится отлично я прям по фольге виду уже рисунок более тонкие такую абстракцию чем мне нравится тем что хорошо этот дизайн будет даже там не сильно у рисующих мастеров получится такие потеки я его люблю объем наложить не знаю мне кажется прикольно смотрится можно вот так поделим все опять 30 секунд обязательно до конца недели выложим здесь мастер-класс с моим маникюром я его прямо озвучу я его уже просто сняла поэтапно вот поэтому обязательно заходите периодически сюда в группу вк официальную эми и отслеживайте мастер-классы потому что вы видите мы очень часто выкладываем просто готовые мастер-классы от экспертов вот и когда ведем с вами прямые эфиры так и теперь снова отпечатываем сейчас я специально возьму что-нибудь белое чтобы вы посмотрели смотрите сейчас хорошо отражается смотрите какой красивый эффект все чистенько идеально вы скажите разница между втиркой пигментом хотя на этот мультипл гель в принципе если его пересушить хорошо две минуты и втирка ложится металлическими пигментами хорошо но вот эффект металла передает только фольга пигменты никогда не передадут такой красивый эффект пигменты дают эффект хрома вот только эффект хрома что у меня девятая база юля у меня на правой руке девятая база юля девятая база единственное что она у меня здесь в новой форму ли стоит я сейчас специально тестирую на носкость хотя у меня конечно ногти вот так для простого покрытия в небольшой слой базы 11 11 господи 11 база а принесите мне 11 базу так и здесь смотрите классно будет дополнить шармикончиком давайте вот такой черно-белый прямо прямоугольничек возьмем все и здесь можно как поступить чтоб ногти не толстые получились я брала топом матовым прокрывала только те части которые я хочу чтобы были матовый ну например только свободный край и вот здесь вот возле кутикула но возле кутикула например я себе когда делал я брала тонкую кисточку здесь вот эти дырки все остальное сейчас буду делать глянцевым топом и здесь конечно лучше взять кисть отдельную точно уже и выложить вот например этот же топ матовый prime на палитру сейчас видно видите где матовый топ попал фольга такая стала как сатин ну я такую основную массу перекрываю большой кисточкой вот а потом уже беру маленькую кисточку и уже вот так детально прохожусь здесь можно вот так объединить вот такой вариант дизайна готов эти как на руках по-другому выглядит конечно так и давайте посмотрим как такой же вариант будет например морская тема да когда мы фон делаем не из гель-лака кстати одиннадцатая база вот она одиннадцатая база это то что у меня на руках единственное что у меня чуть-чуть другая колировка потому что здесь другая формула я хожу сейчас тестирую вот у нас скоро одиннадцатая база будет в новой формуле так поехали например давайте сделаем вариант морской посмотрите как казалось бы камуфлирующий материал акригель с легкими блестками как он будет прекрасно смотреться как наш дизайн и мы специально например возьмем давайте яркие оттенки так мне предлагаю вот так сделать мне нужны будут только кораллы следующий слой пройдем желтенький они будут так основные желтенькие и будет однотонные все и сюда будет очень классно вот эти все штуки с морской с тематикой смотрите какие они хороши выберите сразу много чтобы вам там на следующий сезон летний пригодилась так ну здесь у нас пусть внизу черепашка плавает надо обязательно как-нибудь сделать в стиле old money такой знаете круизный стиль потому что вот этот очень классный вариант с пластиной позволяет делать не только такие прям морские морские она позволяет также делать круизные варианты так ну давайте вот так вот рыбки и название вот здесь блин они здесь все классные вот какой не возьмешь так а здесь вот так вот пусть будет рыбки полный рядочек ну смотрите как хорошо акригель может быть фоном поэтому вот я например и не стала делать себе покрытие потому что под матовым топом вот этот акригель с блесточками молочный новый очень красиво смотрится здесь например у нас будет с вами блестящий вариант и тоже будет классно вот поэтому можно делать в таком стиле как футуризм абстракцию так и какие-то сюжетные такие тематические варианты как морская тема напомню это шарникончик 246 в золоте а в серебре он кстати имеет другое наполнение другие элементы они разные это номер 250 вот имейте ввиду что они абсолютно разные здесь одни сюжеты повторяются вот но разнятся поэтому если брать то сразу брать например три серебряных три золотых морских в золоте тоже классно будет смотреться но я вдохновлялась дизайнерами молодыми австралийскими и мне вот эта тема видите именно в серебре заходит это как раз вот с курса для клуба я записывала смотрите как круто понятно что это и в золоте будет тоже круто смотреться акригель создать яркие цвета да да будут конечно акригель яркий тоже будет все на этом всем большое спасибо девочки еще раз напомню оттенок так 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 клайк клансинг милк новый акригель данти пинг это тоже новый и сатин ньют они уже по моему кстати здесь и сейчас зайдете есть уже в магазине вот всем большое спасибо всем пока пока и